Торжество началось с самой главной мелодии страны – государственного гимна России, полноправными гражданами которой сегодня стали юные жители нашего городского округа. Мы знаем, что вы лучшее, что у нас есть. Мы вами гордимся. И я уверена, что спустя много лет, видя, наверное, кого-то из вас по телевизору, а может быть, будем читать книги, где будет стоять подпись у вас в качестве автора, мы будем говорить, что сегодня, 3 ноября 2022 года, мы имели честь присутствовать на мероприятии при вручении паспорта гражданина Российской Федерации. На лицах 14-летних ребят – волнение. Не каждый день получаешь самый главный в жизни документ, который вручает лично глава городского округа. Этот момент надолго запомнит ученица 8-го класса 16-й гимназии Мария Горбунова. Паспорт – это для меня, так скажем, честь, то, что я гражданин России, и то, что у меня есть такое, что я могу подойти к любому человеку и сказать, что я гражданин России. Мама Маши, Наталья Горбунова, пришла поддержать свою дочь и запечатлеть этот момент на долгую память. Смахнув материнскую слезинку, она призналась, что не заметила, как пролетело время. Ведь совсем недавно она и сама была девчонкой, которой вручали паспорт. Мы жили в военном городке, в городе Балтейске. Он, кстати, сейчас побратимый город нашему. Мы теще. У меня семья является военнослужащим, и мы проживали там. Было обычное вручение паспортов. Как всегда, в доме управления пришли, нам выдали паспорта. А сейчас, конечно, ребенку повезло, что торжественно. Для молодых людей, без преувеличения, этот торжественный момент стал началом нового жизненного этапа. Теперь, помимо важных прав, у них есть и определенные обязанности. Поздравить школьников с этим знаменательным событием пришли ребята из вокальной студии «Секрет». Наш дом в Сибири, Простовый наш дом, уразние воли наш дом, и кривый турилы в нем, наш огнем, наша сила в нем.